Два видео назад я делал ролик, в котором я даю некоторые сантехнические рекомендации, которых рекомендую придерживаться и которых я придерживаюсь сам при проведении сантехнических инженерных работ. В пункте 13 я говорил о том, что на трубах не должно быть нагрузки. Так как подвернулся удобный случай, в этом ролике я расскажу и покажу, почему на трубах не должно быть нагрузки. Один из самых часто встречающихся моментов, это когда вешают горизонтальный счетчик. Например, идет стояк, от стояка идет отвод. От отвода краник, как было сделано по проекту в старом доме. От краника идет железная труба и железная труба идет до старого смесителя и там закручивается на такую гайку с какими-то штучками, сухари или как их называют. Все это затягивается на гайку и все это жестко стоит. Впоследствии, когда этот смеситель выходит из строя, люди естественно решают его заменить. Смеситель меняют, подключают это все дело гибкими подводками, вот эти вот трубы железные, которые есть, выкидывают и прикручивают гибкие подводки прямо к краникам. Бывают и краники меняют. Все бы хорошо, но когда настает момент ставить счетчики, люди ставят счетчики прямо вот на этот участок. Отвод кран, откручивают гибкую подводку, вешают счетчик и дальше гибкая подводка. Все правильно, да. То есть между гибкой подводкой и краником ставят счетчик. К сожалению, это не очень хорошая идея, потому что кроме счетчика здесь должен быть еще фильтр и после счетчика должен быть еще и обратный клапан. То есть это дело удлиняется и все это дело сколько-то весит. То есть оно создает механическую нагрузку на отвод стояка, либо на кран. Долго это конечно держаться не будет. Оно либо отпадет само по себе, если какой-то элемент будет некачественный, либо вследствие какой-то механической нагрузки. Ну вот двинули шкаф, вставили в ведро с мусором, там толкнули, надломили, не заметили и потом постепенно это просто возьмет и отломается. Даже хороший кран. Чтобы этого не происходило, любой тяжелый элемент необходимо крепить отдельно на стену, на пол, на потолок, на что угодно, чтобы он был отдельно. Что бы это не было, это не должно висеть под нагрузкой. Не должно создавать никакой механической нагрузки, никакого давления на отводы краны, либо другие инженерные системы. Висит отдельно и подключается к отводам отдельно. Давайте на примере счетчиков посмотрим, как это сделать. Вот счетчик. Висит на отводе. Вот у нас отвод. На отводе трубка. Трубка потом вверх и счетчик. С холодной водой было то же самое. Что-то висит на отводе. В результате что мы получаем? Мы получаем избыточную нагрузку на отвод стояка. Стояк старый и есть риск, что это дело может просто обломаться. Здесь было еще одно слабое место. Вот этот дешевый китайский кран. Может не китайский, но дешевый это факт. Материал как-то подозрительный. Это все было на отводе. Вот он. Вот эта кочерга, на которой висит счетчик. Вот так вот. Экран просто обломался. И все. Это хорошо, что люди были дома и не случился потоп. Вот он результат. Поэтому счетчик нужно крепить в горизонтальной плоскости всегда к центру. Никогда не вешайте на трубы. На трубах никогда не должно быть излишней нагрузки. Мало того, что ломалось еще и здесь. То есть вот он сгон. Он был закручен. Здесь был уголок. Он был закручен сюда. Это дело просто отломалось еще и от уголка. То есть в двух местах. Отломаться может все что угодно, если будет излишняя нагрузка на трубы. Так что нагрузку нужно исключать. Тяжелые вещи нужно крепить. Освобождать от веса всякие тонкие части системы. Расстояние сейчас такое. Вот у нас наш отвод висит на кочерге. Сейчас все на стену закрепим. Соединим металлопластиковой трубой. Соединять можно всем чем угодно. Полипропиленовой трубой. Металлопластиком на пресс. И сшитым полиэтиленом. Можно гофрированной трубой кофулса, например. Для того, чтобы это дело было быстрее и проще. В текущий момент материал есть. Металлопластик, обжимные фитинги старые. Из этого будем собирать. Для крепления счетчика использую вот такие вот хомутики. Крепится прямо за полузгон. Очень удобный хомут. Подходит по ширине. Вот видно, что сейчас у нас нагрузки здесь не будет. Вот у нас труба. Вот у нас свободно. Единственная нагрузка, которая есть. Она будет заталкиваться вот сюда. Вот она будет давить в сторону. Куда нужно. Ни вверх, ни вниз. Оно давить не будет. Здесь ситуация та же. То есть теперь нам остается... Подогнали трубки. Нам остается закрутить и все. И у нас будут висеть счетчики вне зависимости от отводов. Вот что у нас в результате. Счетчики висят на стене. Включены. Трубки у нас уходят к стоякам. Закреплены на клипсы. Здесь то, что я показывал. Соединена длина трубки подограна. Ну то есть отрезана труба так, как надо. Чтобы не было ни длинно, ни коротко. И не было никакой нагрузки осевой. Все затянули. После этого можно воду запускать. Проверять. Если все герметично, то пользоваться. Если вы знаете, что у вашего соседа стоит счетчик горизонтально на отводе, то порекомендуйте ему это видео. Либо самостоятельно скажите, чтобы счетчик он приделал отдельно к стене и подключил трубкой. Ну например, как сделал это я в этом видео. Зная об этом, у себя в доме также переделайте горизонтальный счетчик, если у вас так уже установлено. Предупрежден, значит вооружен. На этом все. С вами был Артем. Пока.